так что как говорится погнали что сказать начинаем стримить 1 2 3 4 5 так сегодня мы стрим игру star citizen так ладно темы на базу нашего порта лесор потому что мне отстрелили правое крыло летим мы на корабле и истребители стелд файтер сейчас пролетим все подробно что у нас за корабль и джи сейба что это за звери с чем вы едят рассказать это стелс истребитель не буду говорить по какого поколения потому что мы не в дкс вулт довольно таки неплохая машина предназначен для отстрелов всяких гадов единственный из недостатков это небольшой радиус полета ну скажем так принципе он не предназначен для больших прилетов для это есть другие типы кораблей ну о них поговорим чуть попозже что еще нам ляпнуть да ничего давайте сначала сделаем сядем чтобы сесть вот на эту замечательную станцию мне нужно сделать запрос давайте сделаем так погнали запрос есть просить в россии выпустили а чё нам сигнализирует вот этот вот индикатор давайте сядем шустро и пока чуть-чуть не поворотно сейчас мы система сообщает что я не осталось 75 топлива для полетов также практически меня сто процентов контанема для меж скажем так планетных полетов давайте сядем автоматическом режиме как вы заметили посадка тут довольно таки простая можно так так это вам не дкс то есть тут конечно есть законы физики но в космосе они совершенно другие не будем вдаваться и так сели сейчас мы и плачь и чиниться очень просто нажимаем на гаечный ключ на чем гаечного ключа и вот починка заправка боеприпасами также заправка топливом что из этого нужно отметить что заправка и боеприпасы можно производить вручную сейчас я скажу как это делается все заправился сейчас вы видите что поэтому дико зло починились все кроном вернули так что так давайте выйдем как говорится и посмотрим на этого зверя снаружи что он имеет он имеет лучшие вот четыре пушки довольно таки неплохие троечки очень хорошо разбирает также имеет четыре ракеты только пока я не вижу пилонов да ладно где-то нету дома довольно таки неплохой корабль ладно давайте его запаркуем и я вам покажу как это делается я веду вручную заряжается торпеда так так как так 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 вот наш хорошее знакомство к мониторам не понял шутку юмора оценил все корабль мы запарковали и можем с ним делать следующее сейчас покажу как вы видите есть такой значок называется ну тут буковка В то есть управление то есть менеджер нашего летательного аппарата скажем так не буду говорить на своем кривом английском так вот он наш видишь сейбр вот он наш красавец мы можем рассмотреть его по верте вот это его 3d модели очень неплохая машинка стелс вот видите вот как вручную можно заправлять ракет что мы видим то есть вот слот для крепления ракет конечно визуально да он скорее всего спрятан где-то тут поскольку это стелс стелс файтер и и как бы должны открываться крышки то есть скажем так такие как на том же f22 или на нашем су-57 не важно сейчас вылетим я вам покажу так что мы можем еще сделать что помимо прицепить типы ракет класс ракет и так далее класс ракет меняется в зависимости от пилонов которые подвешены на нашем истребителе вот тут мы можем поменять двигатель у нас сейчас поставлены все стелс компоненты то есть максимально самолеты адаптированы под стелс насколько это возможно в данном патче то есть не забываем что тут машина каждый раз переделываются и модернизируется ну по моей информации то что этот данный тип истребителя нужно как говорится ушел на золото то есть он уже окончательно то есть как готов модернизация если будет у какая-то то минимальная не знаю посмотрим так тут мы меняем различные системы охлаждения генераторы и щиты ну и тут к соответственно оружие что у нас из оружия нас подвешены четыре пушки cf-37 panther repeater вот она то есть размер 3 качество высший сорт скажем так ну да ладно тут краска корабля но ее нужно покупать это сколько мы на сайте за реальные деньги ладно поехали дальше давайте покажем продемонстрируем бой и насколько он стелс так меняем ну еще раз хочу сказать что вручную ракеты покупать если решать гораздо дешевле чем мы заправляем их скажем так в автоматическом режиме на скажем так на станции как то так ладно у нас будет так мы его вызываем цена 2 по пути мы сейчас сядем я вам покажу открытые пилоны ракет что такое чуть двери не убил вот сейчас мы выйдем из шлюза цена 2 до цена 2 вот он наш красавец как ни странно с включенными двигателями ну проблесковые маячки все как надо интерпилот давайте а все потому что я не выключил двигатели но кстати это может сыграть с вами злую шутку впоследствии поскольку корабль может заглючить вот убираем в шоссе значит карик отлетим от станции у нас не углубился какой-нибудь дегенерат так так получится ли у нас так переходим в режим ракет в пм f4 и смотрим снаружи на вида где у нас все-таки подвешены эти ракеты блин тут не показывает по идее по логике а нет вру вот они ну как действительно как на f22 то есть все как как говорится вот они четыре штучки моих ракет то есть вот выбрали бомба люк открылся скажем так створки открылись и ракета полетела ладно с этим разобрались опять же они закрываются для уменьшения радиуса заметности ладно вырубаем режим ракет как вы увидели то есть кстати я хочу показать такую штуку сейчас подождите откроем любимых четыре то есть и тут же вот вот видите как красиво да анимация работает не просто так все сделано ладно давайте сделаем какую-нибудь легкую миссию долго этот тяжелую не будем поскольку там класс кораблей расковырять мы можем но по времени это очень долго давайте самую такую простую простецкую за четыре тысячи я просто хочу вам продемонстрировать насколько этот насколько близко я могу подойти к цели и она меня даже на радаре не увидит ладно давайте погнали так 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 надо сбросить карту поскольку у нас нету наводки так сбросили на елу наш любимую елу так 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 щиты есть цели пока нет так далее ладно где у нас цель-то так лишь выходим из киперпрыжка так вот если вы спросите что это такое это мой очень хороший друг который очень-очень находится далеко так ладно там заниматься делами не будем убежать так а мы летим к нашей цели так 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 то есть и вот видите то есть не спешите самое главное когда летите вот так вот у вас не прогрузилась не спешите лететь лететь потому что вы рискуете врезаться в астероид а это равносильно потому что ваш корабль разобьется и вам нужно его клеймить и соответственно ждать определенное время и потом опять лететь к цели ну и при этом может быть скинуться задание и провалиться по сути так летим как всегда у нас находится наших и меня как говорится вон она уже целью на как видите в марте так он радаром моим не подсвечится мою визуально я его полетели полетели иногда засекается раньше иногда позже кстати класс корабля может быть этот и джесс и клипс лево тоже не смогу увидеть как вот великий могучий рандомайз то есть вот целью нас подойдет она нас не видит это у нас владеус вон из ее сопровождение они меня не видят на радаре они меня не видят вот видите цель уничтожил ракетами сейчас продемонстрирую вам пушки какая погнивая мощь я уже щиты снёс это как наверно этот титан какой-то сталкер очень такое где он уже должен был объект попал цель довольно слабая у меня этот корабль был ну для своего времени он был очень и очень хорош вот видите как красиво нас разлетелся взрывы конечно сделаны классно что вам сказать ну вы увидели этот корабль на что он способен что на нем можно делать на нем можно только перевозить грузы на нем нельзя к сожалению нет грузового отсека и в собой вы коробочку не возьмете ну и меды заниматься доставкой соответственно вы не сможете для этого существует ну потом покажу другие типы кораблей скажем так которые как сказать идеально подходит для этого я потом подлечу покажу лёхана геркулесе летает а вот товарищ подключился ладно я пока потусуюсь тут пока подожду так давайте возьмем еще одну миссию зарабатывание бабла как вы увидите миссия довольно таки простая и долго давайте что потяжелее возьмем мрт опять же в этой системе опять же в этих стероидах вот недостаток у данной системы сейчас вот недостаток вот эту систему что тут основном мы все луны или планеты они скажем так окружены большей части ассоордными полями как вы увидели успели увидеть что и в них очень тяжело маневрировать если ты прежешься ай-яй-яй вот очень неудобно то что вот этот маркер прицелом белый на белом фоне его практически не видно то есть я так понял что по моему в патче или можно как-то сделать это я не знаю можно менять подсветку так называемых худой но если кто не знает это грубо говоря по ткс нам индикатор лобового стекла но в данной игре такая абилитатура не канает поскольку мы находимся в космосе и соответственно тут есть свои плюшки ладно как вы если успели заметить это булыжники которых мы сканируем находим полезные ископаемые вот видите мы выпустим нам еще не разрешено пускать пишет слишком далеко очень далеко там как раз таки охраннички его цель у нас 3 катал сборка такая непростая машинка ладно ракета мы все из расходу приходим на пуске меня засекли я там не щиты сломали ребята вы сейчас друзья заметили что корабль то есть вот противника реза субастероид и взорвался то есть цель не засчитали соответственно миссия пройдена сейчас мы добьем вот этих маленьких уродцев что у нас а такой же наш тип корабля а и this вы зададите вопрос почему не устажая охрана потому что за них если вы возьмете специальный контракт у армс за это заупитых противников будет определенную сумму зависит от класса корабля я получил за данного чувака 1200 это у нас дрэйк пуканер такой у меня конечно не соперник но если я был бы на том быть здание я бы плакал по крайней мере бы очень долго его ковырял как вы видите за этого противника получил 700 местных денег все как играть с целью уничтожили так поближка растет как вы успели заметить ко мне летит мой друг расстояние сокращается 42 миллиона километров то есть вы не думайте прилетать это расстояние примерно за 56 минут то есть игрового реального времени то есть нет такой опаски что ты будешь лететь там год или два тут происходит довольно таки быстрее все это происходит это за счет этих гипердвигателя топлива для гипердвигатель этот квантаниум который находится вот он индикатор показания топлива квантаниума а то тот хитро хитро гельми не знаю короче тип топлива для полета космосе ой так это мое скажем так декорация показывает что же мечты полностью заряжены то есть тип корабль ой название корабля мой ник так что так вот все остальное по приборам я чуть подготовлюсь поговорим чуть позже так ладно полетим на станцию обратно так через почку . м вот она в м-1 это так называемая . облета вот порта леса так вот мы прилетели если мы летели бы это время полета скажем так своим ходом говорится не гипертурмом летели очень-очень долго стали были бы и зазевали так включаем делаем запрос можно сделать так запроса можно сделать вот еще в ряд покажу он просто медием эти тут что-то не сработал давайте попробуем то это сработал там чуть не захотел ну игра находится скажем так в альф альфа версии игры что обижаться на их не будет учитывая масштаб игры я сейчас делал запрос через за грани вкси часа и на ней дай сенам дали запрос вон точка посадки летим спокойно летим 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 так 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 зажимаем н и садимся в автоматическом режиме самым удобным ряд главное сейчас в сессии не забыть заправиться и зарядиться боеприпас скорее всего сделаю так я заряжусь вручную ракетами заправились краем гидрогелем и починились так ладно давать вырубим что вырубим двигатель то есть тут видите пока нажатие кнопок такого условно и поворачиваются кнопочки нет анимации нажатия кнопок так далее пока эта условность но скажем так перспективе это будет мне кажется все реализовано осталось только потерпеть и подождать ладно так все сели вот как увидит прикольно когда садишься убирается эти передние турели войтур или пушки и как говорится мы садимся потом они обратно стоит на свое исходное место ладно погнали на точку говорится к экранам и друзья не забываем что тут можно убить корабли не только за реальные деньги но и за внутреннюю игровую валюту вот она наша внутренняя игровая валюта то есть у меня сейчас копилки 974 тысячи 235 местных местной валюты который имеет авиатуру а уек что сказать это наш статус охотника за головами у нас постепенно растет насколько мы выполняем у нас растет кроссейдер может четвертый пора надеюсь дойдем до пятого и соответственно вообще растет уровень паунти хатором также есть тяги какие-то контракты этих чуваков если рейтинг их растет они тебе дают соответствующие задачи то есть находится этот человек находится на херст они ворвели это мадам находится арея 18 аркорп а этот друг находится тоже на ладно так уберем корабль в принципе у нас может убраться автоматически успокойся ты убрал и корабль что ж так разнервничать вот заходим в менеджер убираем соответствующий корабль нашем случае это и джесса ибо и видите как показывать слоты и у нас пустые то есть у нас есть два типа ракет то есть который между собой не по сути ничем не отличается то есть мы заряжаем им прочно так зарядим одного типа количество у нас их сотня общей копилки но учтите вот этот 100 это не конкретно на этот корабль ракеты а в общем потому что скажем так данный тип ракет у меня используется не только на но и на других кораблях скажем так сейчас покажу вам кратко себе в ангарде ну тут вот они еще используются эти торпеды 5 класса вот там также есть вот этот друг тут же видеть по всей видимости тоже пионы только скажем так имеет можно подделять а подвесы только второй тип размер 2 раза ракет 2 размера да ладно не будем чтобы поменять нужно зайти сюда и есть вот эти вот вот они как раз таки пионы вот они есть меняется очень все просто наводится двойной щелчок и пилон меняется ну и соответственно тип ракет у вас меняется которую вы можете подвесить то есть чем меньше класс тем больше можно подвесить ракет вполне логично ну да ладно это легкий истребитель который мне дали бесплатно ворд еще интереснее вещь орызин и страна тоже имеет ракеты данный тип транспорта я использую как раз киеве горел для доставки работать курьером почтальону русский да ладно так а вот это мой транспорт это мой транспортник который имеет просто двадцать шесть или сколько ракет правда второго размера бьют они навесом то есть из оружия он имеет пушечки вот они пушечки 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 четвертого размера чем их четыре штуки они довольно таки мощные у некоторый тип ваш нос на гимбалах то есть такой гимбал это поворотный механизм который позволяет нам вести то есть пушки автоматически следует за целью то есть это сокращает время наводки и соответственно как говорится быстрее начнешь стрелять когда цель окажется перекрестить твоего прицела да ладно то есть парк как все как вы можете видеть у меня небольшой всего лишь 5 кораблей из них из них сколько раз какие-то подарочные какие-то купленные за реальные деньги какие-то за внутренние игровые скажем так не будем вдаваться в подробности так следующий момент наш друг приближается лететь ему гораздо тут долго скажем так он прилетит они другому где-то остановился и сел лететь ладно не будем торопить давайте пока пройдемся по станции алиссар вот что у нас то приходит и находится в этом замечательном магазине на этом в этом замечательном магазине можем купить компоненты для наших кораблей если они есть наличие то есть есть определенная страница а я все определенный сайт на котором мы можем выбрать свой корабль который у нас есть наличие и соответственно по скажем так по этой карте его апгрейдить то есть как деталь называется сколько она стоит и где она продается и что в принципе она может делать то есть или посмотреть подходит любом квантовый двигатель для перелета или скажем так не совсем подходит какое оружие поставить как у размера то есть там все это описано скажем так ссылку я оставлю в описании сейчас ссылка на оставлено в описании то есть под видео можете посмотреть там скажем так скажу так это сайт который к игре сайт конструктор который позволяет нам без проблем то есть без особых так скажем так напрягов находить нужные детали для оптимальные детали для наших кораблей то есть на нем показано сколько цена в цена данной детали где она находится сколько нужно поставить то есть сколько можно поставить данных детали ну и так далее то есть ладно то есть по магазинам и пробежали ну хочу небольшой совет покупать лучше покупать все через терминал что визуально скажем так зашли на сайт посмотрели название детальки зашли 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 выбрали то есть тут все детали находятся по алфавиту выбрали который вам нужно купили зашли менеджер транспортного средства и поставили соответствующие детали все очень просто так поехали дальше поехали дальше это у нас терминалы доставки и скажем так из приемки товара то есть нажимать мы сможем то есть что-то поделать но нам ничего не даст поскольку данный тип видите обусловлен герой обусловлен миссии когда мы возьмем миссию заставку и соответственно покажет довести куда нужно положить вот такие вот терминалы так это у нас магазин одежды там сидели на и купить кроссовочки и ботиночки курточки то есть также можно купить визуально а можно купить через терминал то есть разница по сути никакой нет самое интересное вы реально все это можете надеть то есть игра довольно таки перспективно она развивается ладно подойдем есть еще такой магазин оружие магазинчик оружие магазинчик оружие так магазин оружие магазин оружие так это у нас давайте магазин костюмов то есть нам предоставить визуально костюма то есть вы их можете подойти то есть визуально видеть победил из оккурить эти визуально померяйте все очень также любой кассе смотреть визуально как он на тебе будет и также это все можно приобрести через терминал мы сейчас заниматься не будем потому что на меня тот костюм который меня устраивать то есть никакой и скажем так пока на данный момент он несет за ну скажем так как бы сказать бы правильно скажи так скилла никакого он не везет за исключением то что когда мы высаживаемся на любой спутник или выходе в космос или скажем так высаживаемся на какую-то планету танки температурные рамки то есть чем хуже костюм тем меньше мы можем провести провести скажем так на планете времени перед тем как сдохнуть ну и также главное отличие так не понял а я ключи на поймал я голые друзья ведь и я не прогрузился с этим тоже не стоит шутить ну да ладно визуально сейчас вы увидите что но не все где-то вот меняем облик нашего персонажа как вы видите все на мне надето это просто как говорится банальный глюк так лёха я приехал оп приехал мой товарищ сейчас мы посмотрим геркулес 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 так консоль ладно так твоей площадке подойду давай 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 ждем так тут мы соответственно можем купить оружие также купить жирачку как ни странно персонаж ну то есть индикатор и катар как говорится голода индикатор воды также есть можете видеть индикатор наручи кислорода в этой жизни обеспечить нашим костюмом ладно визуально я сейчас мы выйдем на платформу то есть встретим нашего товарища мне тут не сесть мне другую дали так что залезай так я уж понял сейчас прыгнул продемонстрирую полет в космосе вот видите то есть вот там вот он этот большой здоровый довольно таки огромный корабль вот видите я лечу в космосе визуально видите я пойму глюкву я голый я шутить не стоит с этим так это у нас геркулес вот друг не открыл скажем так дверь сейчас самое интересное главное не шмякнуться что если я шмякнуть я уже забирай как говорится и разбиться подсказывать мне странно ну тут как говорится гравитация еще не сработала на платформе от час работает вот глава как говорится не застрять текстурах еще серега закрывай калитку вот это у нас грузовой отсек помимо грузов поможет тут возить различных тех это у нас лифт видите как интересно на любом как на военно-транспортом самолете ладно этот есть ручная то есть может на тот верхний мостик а есть может через лифт попробуем через лифт так 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 погнали так мы с позволения капитана походе по различным отсеком корабля тут у нас столовая жральня всякие микроволновки пока эта функция не активна то есть здесь телевизор жалко что приставки нету для игр вот тут есть по моему другие конусы досуга в основном у всех ух ты бильярд и все остальное так это у нас каюта экипажа то есть тут находится сейчас откроем это шкафчик различные скажем так может парашютная система я знаю 4 штуки так скажем так тут мы уже были это у нас открыть нельзя ну ладно не будем открывать пока так там мостик пойдет что у нас на той стороне это у нас практически аналогично такая же жральня иди-ка извиняйся это у нас один из компонентов корабля один из компонентов корабля красивый все это работает были каюта каюта это тоже один из компонентов корабля как и тут это тоже вот мы подходим к самому интересному как и тут как и тут как и тут это рушпак сюда можно ложить оружие я здесь полуру может автомат или пулемет можно это по моему криокамера вот вот наш знаменитый мостик мостик нашего корабля тех 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 технические фу как короче ладно пока это не работает пока к сожалению подготовился так мы по моему сели на спутник то есть также мы можем сесть на место второго пилота что нам это даст ну управлять мы к сожалению не сможем то есть мы можем увидеть карту это у нас управление турелями верхней и нижней то есть как вы видите то есть это у нас нижняя турель стрелять не можем а это опять на нижнюю шоу значит это верхняя точнее сказать верхняя задняя то есть видите как красиво но если будет кто-то пасти сзади полусферы отстрелиться отстреляться мы сможем ну и больше все то есть система включать не будем то есть довольно таки все круто вот наш командир ладно пойдемте сверху это выйдем на так на улице посмотрим насколько он огромный то есть как всегда скажем так а погнать его конечно не успею но выйдем мы на лифте то есть лифт по крайней мере визуально увидите как долго долго и как лично он вы то есть мой товарищ решил выйти так а я выйду так как вы видите открылась позже чем я проехал и спустился этот скажем так так давайте уберем лифт пусть он уезжает ну как вы сейчас вот увидите да так вот он должен уходить а не приезжать больше а не ух ты а с анимацией уезда лифта все гораздо лучше чем если то есть давайте отойдем то есть как вы успели заметить корабль довольно таки огромный очень 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 огромный то есть как по перевозу груза груза это просто скажем так может быть не лучшее но один из лучших кораблей серёга сколько у нее вместимость отсека то 696 вот 696 полезного груза мы можем увезти на этом корабле так что так вот что сказать сейчас мы посмотрим где мы приземлились мы приземлились на системе крусейдер на планете чё за планета езали целина целин целин это серега на карте мне не показывала серега за транспортом да пошел да ну сейчас я посмотрю может у меня тоже транспорт есть подарочные о котором я не знаю серега выходи корабли мы тут вызывать не будем хотя их по моему можно вызвать мелкие можно мелкие да вот наш джип который мы если я правильно понял постараюсь закатить в геркулес да серега угу вот пойдемте посмотрим на это действие ну-ка серега тормозней я залезу может зайти задней рампы таки сатой отсек все двигай тут я могу сесть вместо водителя экспедитора так ну а сейчас выйти открыть выйти открыть все пошло открытие м массивная скажем так рампа а что это он закрылся не понял фонарик фонарик что дверь дверь сломали да нет нормально ну как видите маленького фонарика как так приблизкого фонарика у нас сарапа не закрывается давай серега отлети а я отъеду чуть-чуть как бы видно что можно покинуть сбоку сарапа так серега мне отъехать или ты не надо там надо назад подъезжай принято так и так 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 это Как говорится, ждем пока перепаркуемся. Я случайно заправку вырубил, это долго. Да, ну ладно, приезжай к Носовой, к Носовой, приезжай, к Носовой. Видите, тут даже хватает места, чтобы проехать вот. А, ты открыть хочешь переднюю, да? Да. Точно, тут же можно спереди подъехать. Открывай, Серега, с кабины, или ты? Хотя тоже может помешать, кстати, их тут больше, Серега. Так, сделай два. Ну давай, посмотрим. На этом корабле можно возить даже танки. По-моему, нормально. Сколько, Серега, таких кораблей можно... Ой, точнее, кораблей этих транспортных средств? Штуки три-четыре, наверное, точно. Больше. Больше? Больше. Систем офф. Систем офф. Больше. Ну да. Систем офф. Хорош. Ну да. Систем офф. Тааа. Ну да. Ну да. Я так думаю это был глюк. Я его обратно сдам. Давай. Как говорится, визуально вы увидели какой огромный у него трюм. В данном случае отсек карго. Где будут убивать не только груза, но и транспортные средства. В частности вот такие вот машинки, и танки, и, ну скажем так, практически любую наземную технику. Которая находится в игре, представлена в игре. Ладно. Так, на этом мы, наверное, на сегодня завершим наш обзор. По крайней мере визуально мы показали и немножечко рассказали о двух кораблях. Один стелс-истребитель, а другой, скажем так, большой транспортный, скажем так, космический транспорт большой. Так что так вот. Как вы видите, визуально он просто огромен. Ну вот, соответственно, виды космоса тут просто шикарные. Особенно, когда идет, сходит или заходит солнце. Так, достану я оружие. А, оно тут не достается, поскольку мы находимся в зоне, это очень важно, в зоне, где нельзя применять оружие. Хотя визуально оно у меня есть. Ну, как сказать, есть, видите, текстуры не прорисовались мы. Я вижу часть прицела, коллиматор на магазин с режимом патроны и также глушитель. Ладно. Еще и рук нету. Ладно, друзья, всем еще раз спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok